Трещина. Вот я и думаю, что скоро, мне кажется, все это разойдется. На улице Школьная в поселке Челна Дмитрий живет уже почти 10 лет. Ровно столько же этот дом считается аварийным. Засыпаюсь с мыслью о том, как бы не проснуться на первом этаже, потому что дом уходит ходуном, особенно по весне, когда начинают таять снега. В декабре 2015 года вместе с соседями Дмитрий должен был отметить новоселье. Их дом попал в программу расселения военного жилья. Но переезд пришлось отложить. Вот так сегодня выглядит его так называемый новый дом. Я так понимаю, рабочий день сегодня, никого нет. Блоки ждете? Блоки ждете? А народ там вообще рабочий есть. Что ты будешь делать? И это можно назвать активным строительством. Еще два месяца назад здесь не было ни блоков, ни фундамента, просто котловар. Толчком к возобновлению работ стал выговор главе республики Александру Худилайнину от президента Путина и условный штраф в 133 миллиона рублей. Правительство, в свою очередь, растрогло контракт с одним из генподрядчиков, компанией «Гидрострой», второго – «Дальпитерстрой» пожурили да простили. Компания, в свою очередь, сменила субподряд и стройка возобновилась. Я не знаю, как называлась предыдущая компания, значит, субподрядчик которой, но вот они прекратили свою работу где-то в октябре месяце. Сейчас вот с Нового года работы возобновились, и, в принципе, они довольно интенсивно ведутся каждый день. По новым срокам два дома для расселения, те самые долги за 2015 год, в Челне должны сдать к началу лета. Свои 28 квадратных метров здесь получит и Татьяна Копкоева. Сегодня с четырьмя детьми и мужем она живет в бараке 1950 года постройки. Полы кривые. Дети у меня, можно сказать, на машинках, как с горочки катаются. Сам министр строительства Карелии говорит откровенно, республика провалила программу расселения аварийного жилья. Одной из причин провала назвали слабый мониторинг. Вот и обязали глав поселений ежедневно отчитываться перед Минстроем. Фотографии со строек стали приходить регулярно. Если бы штабы проводились и управление проводилось бы на ежедневном, или как минимум еженедельном, в еженедельном формате, выявить все вот эти вот нестыковки и увидеть риски неисполнения программы в срок можно было на достаточно ранних этапах. До конца следующего года только в небольшой Челне должны расселить еще 56 аварийных домов. По республике эта цифра в 10 раз больше. Если Карелия вновь провалит программу, санкции последуют более жесткие. Республика получит уже реальный штраф, а жители Карелии могут и вовсе остаться без программы разделения и продолжить из своих старых домов.